здравствуйте запишу урок по пению в тональности до минор этот урок поможет вам подготовиться к экзамену выпускном классе музыкальной школе 5 школа пятилетнее обучение но я думаю что и семилетнему тоже будет интересно итак первое что мы будем петь в до миноре это виды гаммы в до миноре три знака си бемоль ми бемоль и ля бемоль вам могут предложить одноименные гаммы до минор и до мажор сейчас мы споем несколько их видов итак давайте споем вверх мелодический до минор до ре ми бемоль фа соль ля бекар си бекар до вниз натуральный до минор до си бемоль ля бемоль соль фа ми бемоль ре до вверх гармонический до минор до ре ми бемоль фа соль ля бемоль си бекар до а вниз гармонический до мажор до си ля бемоль соль фа ми ре до помним что у нас высокая ми да вверх гармонический до мажор до ре ми фа соль ля бемоль си до а вниз натуральный до минор до си бемоль ля бемоль соль фа ми бемоль ре до вверх натуральный до мажор до ре ми фа соль ля си до и вниз натуральный до мажор до си ля соль фа ми ре до итак в гармоническом до миноре повышается си седьмая ступень си бекар появляется в мелодическом ля бекар си бекар натуральном все бемоли остаются в до мажоре гармоническом понижается шестая ступень появляется ля бемоль больше никаких знаков нет так дальше переходим к пению ступеней так первое до третья ми бемоль апелли сверху вниз фа ре ми бемоль мая пятая сон хроматически вспомогательный к ней помним это хроматические качельки вниз соль фа диэ соль на полтона отстаём да третья ми бемоль хроматический проходящий к четвертой повышаем да ми бемоль ми бекар фа а теперь от четвертой к пятой хроматический проходящий фа фа диэ соль нижний водный звук си бекар до водные звуки вводят в тонику нижний звук снизу это седьмая ступень повышенная верхний звук сверху вторая ступень вводят в до итак нижний водный звук си бекар до а теперь давайте верхний водный звук ре но его не разрешим а споём хроматический проходящий от второй к первой Так, теперь переходим к пению интервалов. Вначале обратимся к устойчивым интервалам. Устойчивые интервалы строятся между устойчивыми ступенями. Начало трезвучия. Малая терция устойчивая. А теперь давайте споем ее обращение. Это будет большая устойчивая секста. Конец трезвучия. Большая устойчивая терция. Обратили. Была большая терция, стала малая секста. И крайние звуки трезвучия. Это устойчивая чистая квинта. Чтобы чисто спеть, мы ми бемоль про себя пропеваем. И у нас получается чистая квинта. Обратили. Устойчивая чистая кварта. Теперь будем петь тритоны и характерные интервалы. Споем уменьшенные квинты. Они строятся на вводных звуках. На седьмой и второй. И разрешаются в начало трезвучия и в конец трезвучия. Чтобы чисто спеть устойчивые квинты, ой, уменьшенные квинты, нужно сначала спеть их разрешение. Я говорю, что интервалы дружат между собой. Вот малая терция, начало трезвучия дружит с уменьшенной квинтой. Звуки разошлись и снова сошлись. Вот у нас получилось. Если вам говорят спеть уменьшенную квинту, вы можете сразу вначале спеть про себя до ми бемоль. Потом звуки разошлись. Так, теперь споем вторую уменьшенную квинту. Наконец трезвучия про себя. До ми бемоль соль. Ре ля бемоль вслух. Ми бемоль соль. Уменьшенная квинта и большая терция. Так, теперь споем их обращение. Увеличенные кварты. До ми бемоль ми бемоль до. Звуки сошлись. Фа, си, бе, кар. Увеличенная кварта на четвертой ступени. Разрешили ми бемоль до. Если квинты уменьшенные строились на седьмой и второй на водных звуках, то кварта четыре на четвертой и шестой. Кварта четыре на четвертой и шестой. Кварты увеличенные строятся на четвертой. Мы ее только что спели. Фа, фа, си, бе, кар. Ми бемоль до. И шестой. Как нам найти чистенько эту кварту? Звуки сошлись. Малая секста. Если терция была большая, то секста будет малая. Итак, можно подряд спеть все две пары тритонов. Первая пара тритонов, вот на второй начнем. И вторая пара тритонов на седьмой квинта. Си, бекар, фа, до, ми, бемоль, фа, си, бекар, ми, бемоль, до. Это две пары тритонов до минори. Теперь обратимся к характерным интервалам. Характерные интервалы характерны для гармонического вида мажора и минора. В гармоническом миноре повышается седьмая ступень, появляется си, бекар. Это значит, что во всех характерных интервалах в миноре, в до, будет у нас эта нота си, бекар. Уменьшенные интервалы характерные на ней будут строиться. Кто относится к ним? Это уменьшенная септима, си, бекар, ля, бемоль. И уменьшенная кварта, си, бекар, ми, бемоль. Вот, давайте споем теперь подробнее, пожалуйста. Итак, чтобы спеть чисто уменьшенную септиму, нужно спеть ее разрешение. Крайние звуки трезвучия. До, соль. До, соль. Звуки разошлись, спели уменьшенную септиму. Си, бекар, ля, бемоль, разрешили до, соль. Ну и давайте сразу же увеличенную секунду ее обращения. Она дружит с квартой устойчивой. Соль. До. Звуки сошлись. Ля, бемоль, си, бекар, разрешили соль. До. Увеличенная секунда строится на шестой. Вот у нас была в натуральном до миноре обычная секунда, большая, а в гармоническом она стала увеличенной. Вот это самый первый интервал, который появляется в гармоническом миноре. Ля, бемоль, си, бекар, звуки разошлись. Соль. До. Как помним, все уменьшенные интервалы при разрешении становятся еще меньше. Звуки сходятся. Или. А все увеличенные интервалы при разрешении становятся еще больше. Звуки разходятся, да. И вторую пару характерных споем. Это у нас уменьшенная кварта и увеличенная квинта. Уменьшенные, как я напоминаю, строятся на седьмой повышенной у нас в миноре, да. Значит, уменьшенную кварту спеть легко. Вот мы поем ее разрешение. Начало трезвучия, малая терция. До. Ми. Ми. Один звук поменяли, ушли на си, бекар. Си, бекар, ми, бемоль. Вот уменьшенная кварта получилась. И разрешили до ми, бемоль. Если вам говорят, спой, пожалуйста, уменьшенную кварту в миноре. Уменьшенные на седьмой повышенной. Так. Си, бекар, ми, бемоль. Разрешили до ми, бемоль. А увеличенная квинта строится на третьей ступени и дружит она с секстой. Ми. Бимоль. До секста. А увеличенная квинта. ми-бемоль-си-бекар, ми-бемоль-до. Вот мы распели с вами все характерные и тритоны в до-миноре. И теперь обратимся к пению аккордов. Таблицу аккордов нужно выучить наизусть. Как работать по таблице, я вам могу оставить ссылку в подсказках. А теперь, пожалуйста, давайте попробуем построить аккорды в до-миноре. Итак, тоническое трезвучие на первой ступени по терциям. До, ми-бемоль-си-бемоль. Здесь рядышком субдоминантовый кварц-экстаккорд, тоже на первой. Кварц-экстаккорд строится 4 плюс 3, кварта плюс терция. До, фа-ля-бемоль. Давайте сразу и Д6, доминантовый секстаккорд, чтобы у нас закончился полный функциональный оборот. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Это называется полный функциональный оборот. Так, вот мы спели до-миноре-бемоль-си-бемоль. Субдоминантовый секстаккорд на седьмой ступени строится. Обязательно повышенный. Си-бе-кар-ре-соль. Секс-таккорд любой строится. Три плюс четыре. Си-бе-кар-ре-соль. Давайте его усложним до доминантового квинт-секс-таккорда. Как это сделать? Любой доминантовый аккорд из трех звуков, вот секстаккорд, кварт, секстаккорд или трезвучие, можно усложнить до четырехзвучного доминантового аккорда. Д4-3, Д6-5, Д7, Д2. Добавив четвертую ступень тональности. Вот у нас было си-бе-кар-ре-соль. Это Д6, доминантовый секстаккорд. А сделать из него можно Д6-5. С доминантовый квинт-секс-таккорд добавили. Фа, получилось у нас как раз Д6-5. Сверху у него секунда. Было си-бе-кар-ре-соль. Добавили четвертую. Си-бе-кар-ре-фа-соль. Вот у нас уже и Д6-5. И разрешили в тоническое трезвучие с двумя примами. До, до, ми, вимоль, соль. Так, теперь, пожалуйста, спойте ум-д-7-7, уменьшенный водный септаккорд. Си-бе-кар-ре-фа-ля-бемоль. Разрешается сразу в тонику с двумя серединками в трезвучие. До, ми, бемоль, ми, бемоль, соль. А вторым способом через тот самый Д6-5, который мы только что строили. Си-бе-кар-ре-фа-ля-бемоль. Вместо верхней терции делаем секунду. Си-бе-кар-ре-фа-соль. Си-бе-кар-ре-фа осталось. Вместо ля-бемоль-соль взяли и разрешили уже с двумя примами. До, до, ми, бемоль, соль. Т6 споем. Ми, бемоль, соль, до на третий. Тут рядышком субдоминантовое трезвучие. Суб значит под на четвертый. У нас три главных ступени. Первая тоника. Четвертая субдоминанта. Пятая доминанта. Субдоминантовое трезвучие на четвертый. Фа-ля-бемоль-до. Здесь же рядышком строится у нас Д2 прямо на этой же ступени. Доминантовый секунд-аккорд у нас строится начиная с секунды. Фа-соль и дальше две терции. Си-бе-кар-ре-фа. Вот Д2 построили. Разрешается в Т6. Д2-Т6 на третьей ступени. Ми-би-мой-соль-до-до. Две нас примы. На второй постройте, пожалуйста, субдоминантовый септ-аккорд второй ступени. С2-7. На второй по терциям. Ре-фа-ля-бемоль-до. Разрешаем в Т6 двумя серединками. Ми-би-мой-соль-соль-до. А второй способ через Д4-3, который тоже на второй строится. Ре-фа-ля-бемоль-до. Верхнюю терцию спустили на секунду вниз. И получился Д4-3. Был С2-7. Д4-3. Поем С2-7. Ре-фа-ля-бемоль-до. Поем Д4-3. Ре-фа-соль-си-бе-кар. И развернутое тоническое трезвучие. До-ни-би-мой-соль-до. Так, и еще осталось поработать с Т6-4. С кварц-секст-аккордом. Это второе обращение трезвучия. Если с экст-аккорд мы вверх идем, то кварц-секст-аккорд вниз идем. До-ми-бемоль-соль-трезвучие. Т6-4. Соль-до-ми-бемоль на пятой ступени. Здесь рядом С6-субдоминантовый секст-аккорд. Ля-бемоль-до-фа. С6 на 6 на шестой ступени. Д7 здесь очень хорошо идет. Доминант-септ-аккорд на пятой, да? Соль-си-бе-кар-ре-фа разрешили. До-до-до-ми-бемоль. Ну, Д7 обязательно знать. Доминант-септ-аккорд на пятой ступени по терциям. Соль-си-бе-кар-ре-фа. И разрешается так интересно. До-до-до-ми-бемоль. Здесь рядышком уменьшенное трезвучие. Си-бе-кар-ре-фа на седьмой разрешили. До-до-ми-бемоль. Ну и давайте уже на второе уменьшенное споем. Ре-фа-ля-бемоль. Ми-бемоль-ми-бемоль-соль. И еще забыли спеть увеличенное трезвучие. В миноре оно строится там же, где увеличенная квинта на третьей ступени. И дружит с тоническим секст-аккордом. Давайте вначале секст-аккорд споем. Ми-бемоль-соль-до. А увеличенное трезвучие, один звук поменяли, вместо до взяли си-бе-кар. Ми-бемоль-соль-си-бе-кар. По терциям строится. И разрешили. Ми-бемоль-соль-до. Вот мы и спели с вами все по до минора. Удачи всем на экзамене.